но на самом деле ничего здесь особо полезного не лежит по мелочи что здесь будет полезным это один меч но до него еще нужно добраться так здесь у нас можно пройти слева можно пойти справа лучше пойти справа потому что таким образом мы обойдем жука да вот эти вот узкие туннели явно роют вот эти вот лавовые жуки давайте пригласим его пройти вперед проходи проходи не стесняйся просто подрываться ну душ дают зато они немало 1600 и тому же еще и сколки драконьего камня которые стоят тоже недешево по три тысячи душ за штуку так сверху нас огонек здесь у нас можно пройти налево пройти направо но но по идее выманить его себя но он особо выманивается за спину к нему пройти тут нет практически никакой возможности можно в принципе и спереди его атаковать просто это более опасней достаточно длинная и болючая жала прикрываться щитом главное чтоб выносливости хватало вот и попятился вау так лучше не торопиться а то я так без травы совсем останусь конечно побыстрее его убить чем не любимая эта локация это вот этими джуками ой он еще не взорвался я уже обратно побежал ну кстати возможно к нему как-то можно было сзади залить и да если пройти немножко другим путем да и здесь кстати пять ящерки сзади сзади жука ну и в принципе можно успеть главное не давать он перевернуться жук отстань я тут ящерок бью также щетка не бесплатный глаз по старой силы здесь по крайней мере мы можем зайти к нему сзади да он нам ничего не дал обидно досадно но ладно так здесь мы можем пройти к озеру лавы но давайте сначала посмотрим что у нас слева слева у нас здесь такой жуткий туннель с костями который нас приводит к такому интересному месту если мы здесь упадем вниз то мы попадем к боссу нам пока что этого не нужно давайте еще немножко обследуем эти туннели пройдем к озеру лавы нас ожидает еще большое количество жуков и различной огненной нечисти можно конечно потратить свое драгоценное время и попытаться их тут всех поубивать получив за это достаточно неплохое вознаграждение в виде душ здесь у нас проход но можно еще пройти дальше если мы пройдем сюда то есть это как бы второй выход то мы сможем забрать душу и если мы пойдем вниз то мы попадем в то место где мы уже были поэтому нам сюда не надо и здесь да надо бы убить этого жука что нам очень нужны камни главное не наступить в лаву и прилетели оу вот это уже плохо да и с этой точкой вроде каких то камней посмотрим издалека на этот грандиозный бум да и камень конечно положили не очень удачно можно подстраховаться и накастовать еще за одну водную завесу и опять осколок там еще один такой же здоровый жук и здесь у нас лежит сет землекопа на самом деле в оригинальном демон соус его и не было вообще здесь этот сет добавили в переиздании доспехи землекопов предков копателей если верить летописям землекопы обнаружили кости драконов и в благовении соорудили храм для почитания и пленения того кого они считали драконием богом то есть давным-давно существовали некие землекопы которые обнаружили под землей драконьи кости и соорудили храм а также поймали некого драконьего бога интересно этот лор блюпойнты сами придумали или им фрома подсказали так и там в лаве лежит предмет по-моему там тоже какой-то материал для апгрейда так и здесь маны мало жук не осмеливается нас атаковать пока что у нас есть немножко пряностей давайте мы воспользуемся ухо рискую я так лучше передвигаться по островкам ухо 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 чистый драконий камень и это самый лучший камень для апгрейда при помощи при помощи которого можно прокачать огненное оружие до плюс пяти и в принципе тот камень который на трупе он уже не так хорош и его сложнее взять я думаю стоит ли ухо никакого солярия не надо как же здесь жарко так не совсем закончилась дешевая трава но теперь у нас есть лоскутик который будет нас набжать дешевой травой ну как дешевый относительно дешевый так ну ладно этого жука я уже не буду убивать что стоит он совсем уж некрасиво и то тело или что там непонятно то что у него то что осталось от этого тела по идее можно еще взять какой нибудь сет который защищает больше от огня ну вот как раз по идее доспех землекопа он как бы защищает немножко получше но что-то совсем немножко лучше выглядит конечно он не очень и защищает также не очень что самое смешное что даже несчастный кожаный доспех защищает лучше чем сет землекопа ну по крайней мере в основном лучше зато сет землекопа вешает аж больше чем в два раза так быстрее я успел и здесь у нас еще один туннель еще одно тело ой и хочется и кольц конечно собрать дело в том что мне эти камни реально пригодятся конечно совсем не обязательно прокачивать меч до плюс пяти просто если прокачать его до плюс пяти будет ну прям совсем хорошо ну что ж можно и до плюс пяти его прокачать и будет тоже неплохо ну что ж давайте попробуем собрать вещички так там вот островок есть нифига на нем нельзя стоять ой так зачем здесь у нас обломок фух ну и там по моему еще один труп остался самое обидное то что я сейчас потрачу очень хорошую траву блин я еще и медленный стал не надо срочно этот сет снимать так все больше здесь тел не осталось остался только один жук ну и черт с этим жуком и здесь как раз лежит меч ради которого мы эти камни и собирали драконий длинный меч по сути это просто длинный меч который заточен по пути огня я могу взять но только в этой локации он будет практически бесполезен так как здесь наверное у всех есть сопротивление к огню что в принципе не удивительно и отсюда мы можем выбраться если пройдем сюда но нужно быть опять осторожным потому что да как так как она меня достала и что самое обидное то что у меня по-моему нет камня возвращения вот сейчас мне нужно вернуться на базу и если я это сделаю окон мексуса то я потеряю все души обидно досадно ну ладно как говорится пойдем пешком потому что к боссу с двадцатью тысячами душ как-то мне не очень хочется идти и и вот и и и и и и Ну вот я и добрался, давайте сначала починимся. И снимем себе уже этот БДСМ костюм, наденем наш кожаный сет и что-то я еще хотел сделать, ну наверное прокачаться я хотел. Сейчас нам предстоит сразиться с достаточно сильным боссом, поэтому давайте возьмем жизни 25 и магии. У меня она раскопилась достаточно много великих душ, давайте их тоже потратим. Так, вот эту душу лучше сразу убрать в хранилище, чтобы случайно ее не потратить. Так, ну в общем еще 12 тысяч наскреб, может на пару уровней хотя бы хватит. Да, еще сдача осталась на 2 тысячи. Это ничего нового не говорит. И здесь наверху у нас появился лоскутик. Ну да, я помню тебя. Ну, я рада, что ты здесь. Я нашел какие-то очень вкусные тринкетки. Ну да, мы давно были знакомы, поэтому я даю тебе хорошие праздники. Да, ничего здесь нет, я уверен. Ах, я не перечислился в целом хранилище. Да, да, я полностью свободен от грязи. Ха, мою мать очень рада. Ну да, а ты не рада меня тоже? Ты видишь этот хранилище и его исчезновения там? Лиас. Они уничтожили этот хранилище в хранилище. Они не верят в хранилище и заболевание, и все это. Ну да, у меня есть новое для них. Продолжение никогда не вставит мясо в мою голову, ни на кого другого. И у него можно купить траву, по-моему, дешевле, чем у всех торговцев в игре. Но только траву. Всякие свежие пряности у него лучше не покупать. Можно найти дешевле. Также он продает ароматное кольцо, которое нам досталось в самом начале с классом аж за 60 тысяч душ. И у него еще продается осколок обелиска. Осколок одного из обелисков, расставленных по миру, переносит Нексус. Увыковеченные передали обелиски правителям народов. Но вскоре великие камни были забыты. И лишь крысы прогрызают в них свои пути. Стоит 5 тысяч. И это, наверное, будет не очень благоразумно их покупать, потому что лучше купить чудо за 20 тысяч, которое будет всегда с нами многоразовым и в случае чего перенесет нас домой. Но нужно для него накопить 20 тысяч. Интересно, клирики как-то реагируют на Лоскутика? Нет, пока что нет, потому что они еще пока не знают. Ладно. Мбаса. 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 Тут все мбаса. Все хорошо. И так. Давайте, наверное, выложим весь ненужный хлам. Ну, не то чтобы это хлам, конечно. И я хотел купить травы. Не забыл. Потратить свои две тысячи рушь. Ну что ж, мы можем... Ну что ж, пойдем попробуем одолеть Флэйм Люкера. У нас здесь опять ящерка. Ну, не думайте, что они бесконечные, они на самом деле конечные. Просто у них есть определенное количество возрождений. И это количество возрождений возрастает каждый раз, когда вы убиваете босса локации. И теперь как раз вот нам можно идти сюда, чтобы показать короткий путь к боссу. То есть, по сути, здесь, можно сказать, 80% локации можно вообще не проходить, а сразу быстро пробежать к боссу. Ну, тогда бы мы пропустили много чего интересного. Например, неплохой меч и у вас путика. Да, бьют они, конечно, больно. Здесь их еще и много. Лучше их убить. О! Мирский молот. Ммм, достаточно редкий дроп. Сейчас почитаю. Древковое оружие с выступающим бойком. Одним ударом этого древкового оружия можно сразить сразу нескольких врагов, но для того, чтобы с ним обращаться, нужны недюжинные силы и ловкость. Первый храм давно выстроен в Мирде, давно погибшем к краю. Для верующих это оружие несет особое символическое значение. Немножечко лора про храмовников, про их первый храм, про некий Мирд. И здесь у нас бездна. По идее, в какую-нибудь Dark Souls здесь бы пригодилось кольцо кошки, но учитывая, какая здесь мягкая гравитация, можно обойтись его из него. Так, и там вот предмет, который можно взять, если таким вот хитрым образом обойти. Еще немножко камней. Здесь также внизу есть где-то ящерка. Здесь вообще много чего есть. Ну, наверное, сам... Ой! Да, зря я так сделал, надо было кувыркнуться. Ну, ладно, я чувствую, я здесь еще не раз разобьюсь. И как можно видеть, ящерки больше нет. Все, халява кончилась. Так, ладно, давайте, наверное, попробуем пробежать. Правда, эти работяги могут за мной ввязаться. Так, вау. Интересно, будут ли они за мной прыгать в самый низ. Так, что у нас с травой? Похоже, они не рискнули. Да, там мои души, ну и ладно, не так много их там. Так, здесь вот надо бы освежить память, как бы так упасть, чтобы собрать, ну, по крайней мере, хотя бы за один раз как можно больше предметов. Хотя ценных предметов здесь не так уж и много. Но одно все-таки есть, это кольцо. Причем это кольцо, по-моему, не особо и уникально. Так, и вот как раз, если попасть здесь аккуратненько... Можно попасть на платформу. Да, кольцо сопротивления болезни. Его здесь можно найти и в другом месте. Кольцо с фиолетовой печаткой повышает сопротивление болезни. Ну и, опять же, создано Герри. На самом деле, все кольца сопротивления созданы кем-то в серии Соулс. Это прям такая вот фишка. Так, и... Да, вот это самое... Самое болезненное. Ходить по вот таким вот досточкам. Душа! Так... Уху-ху-ху-ху-мммм. Ну что ж, придется воспользоваться акулами Нев Нексуса. Никогда не любил платформинг в серии Соулс. Да, в Демон Соулс он наименее ужасен. Д Bunu cheers. Да... Ну сейчас по-быстрому. Можно теперь туда не падать, может сразу же спрямую сюда как раз попадаем над платформу где у нас еще две ящерки получится убить одну получилось даже две нужно больше осколков и здесь можно заметить что здесь как будто бы должен быть какой-то торговец но здесь никого нет и он действительно здесь появится когда тенденция мира будет чисто белая либо чисто черная но тогда этот торговец будет уже не совсем торговец он и так не совсем торговец но это может быть такой квестовый персонаж так давайте сразу пойдем сюда на это яма очень глубокая так теперь наверное лучше там уже начали очень темная вы помните вышел из туннеля сказал что внизу босс так вот как раз вот этот туннель вот он то есть по идее мы можем вот таким быстрым образом попасть самый низ вот этот этой туннельной сети и это еще раз подтверждает насколько это локация запутанная и такая витиеватой и наверно самое интересное в плане дизайна так единственное что я вот пропустил тут наверно пару предметов хотя по идее наверное их смогу все-таки взять так тут одна беда спустимся вниз ящерку мы уже упустили не так важно и здесь где-то есть лестница кое-что здесь все-таки можно еще собрать душа что криктишка где-то старый так там внизу предмет ну давайте еще сюда наверх поднимемся посмотрим что здесь здесь в принципе ничего это еще один путь как пробраться в туннели давайте уберем сюда и судя по всему мы все собрали мы молодцы можно с чистой совестью отправляться к боссу наверно одному из самых сложных боссов демон соус который подпалил в прямом и в переносном смысле не один десяток зайдец причем в оригинале этого босса можно было убить достаточно легко если знать определенные баги божьи длани как можно видеть мы как раз попали в самую-самую глубь где как раз и находится залежи костей драконов божьи длани это кулачное оружие принадлежало человеку ставшему воинствующим богом жил на свете могучий воин который убивал драконов голыми руками настоящие мужчины богатворят его кулаки в легендах его называют большим м какой-то получеловек полубог который живы очень очень давно скорее всего еще до того как сюда пришли эти копатели так здесь еще что то есть этими костями и да переиздание этого босса немножко поправили они убрали много хитрых мест где этот босс раньше застревал теперь он не застревает ну что ж с богом ну вот так и И если к нему не подходить, то он атаковать не будет И можно немножко подготовиться Например, накастовать себя водную завесу И этот босс, он на самом деле воспринимчив к магии Если прийти к нему с какой-нибудь магией посильнее, чем у меня в данный момент Да, он бьет очень больно То можно неплохо его расстреливать Можете заметить, я поставил трис Вторую руку увеличивает мой дамаг Также здесь оставили колонны За которыми хоть как-то нужно прятаться Да, и замага такая вот замысловатая стратегия Это просто бегать от него и выдерживать дистанцию И шевеляться чем-нибудь Там, конечно, он сможет достать Но если вы уверены в себе То можете попытаться его убить при помощи оружия Например, вот так Так, сейчас я только еще разок на колдун И на себе Так, щит против этого босса не особо помогает На самом деле Если только у вас конь не очень огромный щит Так же он еще неплохо сплэшит огнем Так, хватит, конечно же, лучше после Каких-то его сильных ударов на контратаках И сам убежал Грех не воспользоваться моментом Да, что-то его загучил немножко Вот этот прыжок, после которого можно нанести Как минимум, 2-3 удара Прыгай Да, я в упорке не могу не стоять Да, если вы, конечно же, фанат серии Souls То, по идее, для вас этот босс может оказаться не таким уж и сложным Как может показаться новичкам Да, вот что-то я потерялся немножко Да, здесь все Арена Оу Ладно, добиваем Да, конечно, удерживать такой урон помогает водная завеса Ну, я еще поставил к тому же кольцо сопротивления к огню И он дает 22500 душ Что не так уж и плохо И это как раз тот самый храм, который возвели древние копатели Обжигающая душа демона Здесь по арене также раскидано несколько душ А также обломок драконьего камня И, похоже, это все Да, очень, конечно, атмосферная локация Летающий пепел В общем, блюпойнты молодцы Хорошо отремастили оригинал Подземный храм Обелиск демона, известного как Огненный Саглядотай В незапамятные времена в подземном храме Усыпанном костями драконов Задачили огненного демона Его темницу окружает море лавы В котором покоятся останки огромного дракона Скорее всего, этого огненного демона заключили в этом подземном храме И, скорее всего, это сделали увековеченные Продолжение следует...